Отец Данилы Козловского бросил семью, когда актёр был совсем маленьким. Ни тот, ни другой никогда не упоминали причину хода. Но сегодня они откроют семейную тайну. И только в нашей программе. Он сказал спасибо. Объема. А я его обнял в небо. На премьере фильма «Статус свободен» у Данилы Козловского статус занят. Актёр, а теперь ещё и продюсер Козловский, разрывается между друзьями, коллегами и роднёй. И только этот пожилой мужчина скромно стоит в стороне и терпеливо ожидает своей очереди, чтобы пообщаться со звездой. Он практически не видит левым глазом, а чтобы не упасть, обирается на трость. Это родной отец актёра Валерий Козловский. Гордиться сыном – это замечательно. Вообще замечательно гордиться с детьми. Отец Данила Козловского – уважаемый человек, академик. Всю жизнь проработал на кафедре в ВУЗе. Сейчас на пенсии живёт в Москве. В столицу из города Неве он перебрался после развода с мамой Данилой. Со знаменитым сыном он общается крайне редко. Тот чаще откупается от встреч с родным человеком билетами на свои концерты. На Новый год он мне подарил место и подарил выступление. Какая кошка пробежала между родителями Козловского, точно неизвестно. Одни говорят – заел быт, другие подозревают – всё дело в изменах. Отец и мать звезды и сейчас сторонятся друг друга. Одно их объединяет – безумная любовь к среднему сыну. Будто он один у них свет в оконце. Вспоминаю, когда я говорил им всем, что мужик – это организация спорттворчества. Вот Даньку удалось и расхватить. Мы все им областны и очень благодарны ему за всё, что он для нас делает. Отец Козловского был против, когда его бывшая жена отправила Данилу вместе с братьями Егором и Иваном в кадетский корпус. Но Надежда Звенигородская настаивала. Военная выправка сыновьям не повредит. Да, все трое пошли, с большим трудом их приняли. И в результате там где-то через год выгнали старшего и младшего. Что и следовало было ждать. И остался там только Данечка. После окончания кадетского корпуса он должен был идти в вирус-претенцию военную. Отец Козловского не верил, что сын станет офицером. Несколько лет держал для Данилы место у себя на кафедре. Между нами говорят, Даньке не рассказывайте. Папа заготовил у себя на кафедре. Я тогда деканом был. Я не думал, что он пойдёт на актёрский. А сейчас отец Козловского признаёт. Его бывшая всё сделала правильно. И здесь удалось. Мама убедила. Здесь низкий поклон маме. Злые языки утверждают. Отец напомнил о себе, когда дела у Данилы Козловского пошли в гору. О щедрости Козловского ходят легенды. Сам же актёр лишь скромно уточняет. Для любимых людей ему ничего не жалко. На зимние каникулы уподарил возлюбленной актрисе Ольге Зуевой поездку в Италию. Мы уехали с моей девушкой в итальянские Альпы. И потом проявили несколько дней в Риме. Отдыхать надо. Точно. Мать Козловского хвастается очередным ювелирным украшением. Он подарил мне кольцо с бриллиантом. Банально, но приятно. А сокурсница и партнёрша по фильмам Елизавета Боярская объясняет. Козловский шикует метко, но редко. Ведь 365 дней в году он работает. И потратить деньги в своё удовольствие ему позволительно. Снимет себе красивую машину с открытым верхом. Он будет ездить между винодельнями и дегустировать какое-нибудь прекрасное молодое итальянское вино. Жить в красивых отелях с прекрасными видами. Но отец Козловского уверяет, от сына ему ничего не нужно. Разве только пару-тройку часов драгоценного времени, чтобы просто пообщаться. Ну, приезжает к нам в Москву, и у Кушкина, и у Маликулского. Встречаемся, и у отца есть о чём поговорить. Ведь только отцу Данила Козловский по секрету рассказывает о своей личной жизни. Всех волнует, когда популярного актёра окольцует его пассия Ольга Зуева. А он, оказывается, ещё не понял, его ли это судьба. Данил мне сказал, пока я не увидел, что это поднастоящего сердца, я болтаться не буду. Но то, что у Козловского далеко идущие планы, сомневаться не приходится. Есть несколько мечт художественных, связанных с моими будущими проектами, в том числе и продюсерскими проектами. И есть мечты личные. Профессиональные, личные, но уже как всегда.